Несколькими днями ранее в главном здании МВД состоялась церемония подписания соглашения о сотрудничестве с одним из наиболее многочисленных и влиятельных организаций региона – Союзом Женщин. Свою подпись под документом поставили Иван Бахилов и председатель Союза Галимет Ворокова. В мероприятии также приняли участие начальник отдела МВД Байзет Гамлешко, сотрудник пропаганды ГИБДД Зарат Ляшок, которая является многодетной мамой. В делегацию Союза Женщин вошли Елена Садовникова и Марина Кирашева. Общественный совет представляла Виктория Кузнецова. Следует отметить, что председатель Союза Женщин Адыгея в апреле 2021 года вошла в состав Общественного Совета при МВД. Министр, вручая Галимет Вороковы удостоверения, выразил надежду, что общественный деятель будет принимать активное участие в мероприятиях и совета, и министерства. Глава МВД по Адыгея подчеркнул, что для министерства, где служит немало женщин, взаимодействие с Союзом – важный момент в повседневной деятельности. В настоящее время более 300 женщин в системе республиканского МВД носят погоны, но и вклад гражданских работников, которых около 250, тоже достаточно велик. Ведомственные награды имеют 50 женщин. Каждый год в преддверии Международного дня защиты детей в МВД по республике Адыгея проводится большое количество мероприятий. Их участниками становятся юные жители республики, дети, находящиеся под присмотром полицейских и попавшие в сложную жизненную ситуацию. Необходимо отметить, что одним из направлений деятельности управления по работе с личным составом ведомства является забота о ветеранах органов внутренних дел, а также детей и родных тех сотрудников, кто отдал свои жизни в борьбе с преступностью и получил серьезные травмы. Для этих ребят полицейские организовали экскурсию в Кавказский государственный природный биосферный заповедник. Мальчишек и девчонок сопровождали зам. председателя общества «Динамо» Александр Леваков и представитель общественного совета при МВД Александр Киреев. В ходе посещения заповедника дети узнали о том, какие редкие животные в нем обитают и имели возможность увидеть некоторых из них.